Намасте, Харе Кришна. Мы рады приветствовать всех, кто смотрит сегодняшнюю трансляцию. Я хотел бы в первую очередь поблагодарить Фатиму и ее команду за предоставленную мне честь и возможность говорить на сегодняшней встрече. Я очень ценю, как другие ораторы затронули тему, которая сегодня была представлена, и это было очень интересно. И лично я хотел бы основываться на той главной теме, которая была обозначена. И эта тема звучит как «будущая экология». Или другим способом это можно сказать «будущее нашей планеты». А что должно представлять интерес для всех живых существ, живущих на этой планете? Если это не касается нас, то для наших детей, или детей наших детей, или детей детей. Это естественно, когда мы хотим оставить мир лучшим. И эта тема уже начала обсуждаться, я полагаю, с 1970-х годов, когда люди начали задумываться на эту тему. Много разных видений, каким образом мы живем в нашем обществе и как можно улучшить экологию. И моя презентация будет несколько уникальна, поскольку я хотел поговорить с другого ракурса. Основываясь на том факте, что я долгое время занимаюсь практикой бхакти-йоги, которая основывается на духовных знаниях Индии. Вы можете видеть по моим одеждам, что я очень глубоко принял этот стиль жизни. И из древних ведической литературы мы узнаем, что этот мир был создан как полное целое. Возможно, как полный пакет он будет здесь более подходящим словом. И это означает, что у нас есть все необходимое, чтобы мы могли прожить счастливую, полноценную, здоровую жизнь от нашего рождения до самого последнего вздоха. И самый подходящий стих мы можем найти в Шри Иши Панишат. Ом Пурнам Адаха Пурнам Идам Пурнат Пурнам Уда Чите Пурна Сья Пурнам Адхая Пурнам Эва Ваши Шите Господь полон и совершенен. И потому что Он таков, все, что исходит от Него, например, этот материальный мир, приспособлено для, осознан для удовлетворения потребностей всех живых существ. Все, в чем мы нуждаемся в материальном смысле, все есть уже в этом мире. Не только для нас человеческой формы жизни, но также для животных, для птиц и для любого живого существа на этой планете. Мой духовный учитель приводит замечательную аналогию, что муравей, он получает одно зернышко сахара каждый день, слон получает полтонны травы каждый день, и если мы правильным образом живем, то живые существа, люди, они также получают все, что им требуется. Это встроено в генеральный план Творцом. И это более широкое видение. И это означает, что Бог является Отцом, материальная природа — наша Мать, а все остальные живые существа — наши братья и сестры. Это выглядит, звучит хорошо. И однажды на этой планете так и было, все так и работало. И, к сожалению, в настоящий момент мы с вами можем видеть резкое сокращение вот этих даров природы. И выглядит или кажется, что генеральный план сломался. Мы можем посмотреть в мир и увидеть, что климат меняется. Вода, в которой мы так нуждаемся, она загрязняется. Загрязнение воздуха. Вырубка леса. Деградация почв. Вымирание видов. И это все срочные вопросы. И не только для тех, кто занят экологией, но для всех людей, осознают они ли это или нет. Итак, это ошибка Творца была осознана или ошибку допустили мы, кто использует эти ресурсы? И я бы считал, что это наша ошибка, что мы неправильно использовали дарами природы, и нам необходимо правильно начать пользоваться, пока не поздно. И ученые говорят, что если мы будем продолжать использовать ресурсы материальной природы в таком же темпе, то это сделает нашу планету на 4 градуса теплее. И ученые, они говорят, перефразируют это, что это означает, что в 2 раза будет больше войн, в 2 раза меньше еды, и мировой ВВП на 20% сократится, чем без глобального потепления. И эта последняя цифра будет иметь влияние более сильное, чем великая депрессия, пережитая Америкой в 1930-х годах. И поэтому каждый должен задуматься об этом. Как мы говорим, что написано на стене, надпись на стене. Конечно, мы можем видеть, что больше и больше людей начинают проявлять беспокойство. Кто-то принимает больше усилия, кто-то меньше усилия для того, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Серьезное изучение на тему возобновляемых источников энергии. Переработка наших отходов. Чтобы мы использовали меньше пластика. Сокращение поголовья скота. И этот список можно продолжать и продолжать. Раньше можно сказать, что эта ситуация не затрагивала большое количество людей. Но сейчас эта ситуация ухудшается, и она затрагивает каждого. Но если посмотреть, что спустя время мало что изменилось, на самом деле становится все хуже. И что же делать? Время идет. И если мы посмотрим, что действительно, что нам требуется, именно какая-то революция. Или революция. Но не революция с помощью оружия, пуль, криков и ругательств. Я бы сказал, духовная революция. Я не говорю сейчас о какой-то особенной религии или традиции. Но, скорее всего, о возрождении неких универсальных принципов и духовной мудрости. К примеру, в тот же самый Упанишад, который я ранее цитировал, приводится решение, с помощью которого мы сможем сделать большой прогресс. И опять я буду цитировать санскрит. Ищи-ваши-мидам-сарвам, yat-кен-джа-гикат-джам-джагат, тенатак-tenу-бунжи-таха, ма-гы-таха-касваши-танам. That, everything that moves or does not move within this universe is controlled and owned by the Lord. We can't claim anything. We haven't created it. We're not maintaining it. We're not destroying it. One should, therefore, accept only those things necessary for oneself, which are set aside as our quota, and we should not accept other things, knowing well to whom they belong. Все подвижное и неподвижное во Вселенной находится под контролем и принадлежит Господу. Поэтому человек должен принимать только то, что ему необходимо, и что выделено ему в качестве его доли, и не должен посягать на другие вещи, хорошо зная, кому все принадлежит. И на языке непрофессионалов это можно выразить следующими словами. Бери по своей нужде, а не по своей жадности. И, мои дорогие слушатели, это действительно очень сильно может поменять. И из-за наших неконтролируемых чувств всегда появляется тенденция брать больше, чем нам необходимо. И не только человеческая форма жизни будет страдать, но также и будут страдать другие виды жизни. И вот это загрязнение происходит не из-за влияния животных, но из-за нашего воздействия. Возможно, кто-то не будет серьезно относиться к этому, но Творец, который создал все живые существа, он серьезно относится к этой теме. И, возможно, какая-то аскеза будет необходима. И ничего великого не достигается без определенной дисциплины. Позиция в компании, либо какие-то ученые степени, либо в атлетике достижений, ничего не достигается без дисциплины. Дисциплина требуется, чтобы достигнуть этой цели. И, похоже, человеческому обществу необходимо научиться дисциплине, как помочь возродиться Земле. И, помимо этого, наш духовный учитель приводит также другую аналогию. Если мы оставим мешок с семенами в лесу, птица прилетит и возьмет одно зернышко. Но придет человек и возьмет весь мешок. Это не то, что... Я не призываю к тому, что мы не должны жить в хорошей жизни. Это не значит, что мы не должны хранить вещи на черный день. Но я говорю, что мы должны знать норму. Очевидно, что в человеческом обществе есть разные стандарты. Но, несмотря на все эти стандарты, всегда должна быть объяснение. И что сейчас является нормой, это «Я хочу все, и я хочу сейчас». Это, можно сказать, что существует лихорадка в материальном наслаждении. Недавно я прочитал так называемое заявление «миссии» или «миссия человека». И его миссия, кредо-миссии, было такое, что некоторые из них хороши, больше, лучше, а слишком много как раз то, что нужно. Приносит ли это утверждение удовлетворение? Но мой вопрос, или вопрос мудрецов, а действительно ли это утверждение, оно приносит удовлетворение, что несколько из них это хорошо, немножко больше это лучше, а слишком много это как раз то, что нужно. Приносит ли это утверждение удовлетворение? И мое наблюдение за этим миром говорит, что никогда не будет достаточно. Потому что нищий, попрошайка, он думает, что он будет счастлив, когда получит один рубль, а миллиардер думает, что он будет счастлив, только тогда, когда он получит очередной миллиард рублей. Итак, древние учения Индии, они обращаются к этому явлению. Это санскрит. Желания такого человека, они пылают как огонь и никогда не бывают удовлетворены. И таким сознанием мы издеваемся и насилуем над Матерью Природой. И каждый думает, что здесь все создано для моего удовлетворения, для моего наслаждения. И так каждый расширяет свое наслаждение. Таким образом, мы неправильно используемся за дарами природы. И это не было так очевидно всего лишь 200 лет тому назад, когда на планете было всего 1 миллиард человек. Но сейчас, когда уже планета Земля насчитывает около 8 миллиардов человек, такой образ жизни, пей, ешь и женись, завтра ничего уже не будет, такой менталитет уже не подходит. И является ли такой менталитет верным? Можем ли мы быть удовлетворены меньшим? И я не говорю, что нам нужно совсем от всего отречься, но если мы пересмотрим свои потребности, то это сильно поможет в решении этой проблемы. Конечно, мы обращаемся к самым значимым странам на планете. Но, конечно, это относится ко всем странам, ко всем жителям, когда мы используем этот неправильный менталитет и берем больше, чем нам необходимо. Итак, является ли меньше большим? Можем ли мы быть удовлетворены меньшим? Можем ли мы с помощью духовной практики быть удовлетворенными таким образом? И мы можем сказать, что это стиль жизни, простая жизнь и возвышенное мышление. Сейчас жизнь настолько сложна, что у людей не остается времени подумать о чем-то возвышенном. Итак, как же нам сделать жизнь проще? Это нельзя будет достичь, просто введя электромобили и уменьшить потребление пластика. И наша неутолимая жазда чувственного наслаждения, она нас не приведет ни к чему, только мы должны быть удовлетворены внутри. И это означает духовное удовлетворение. И когда мы удовлетворены внутри, наше сильное материальное желание будет естественным образом ослабевать, и тогда мы естественным образом становимся мирными. И как можно достичь счастья без мира? И вот эта фраза удовлетворения внутри не является какой-то выдумкой или сентиментальностью каких-то духовных людей. Это должно быть для всех нас. Это наша природа быть счастливыми. То же самое, как природа воды быть влажной. Как природа сахара быть сладким. И как природа — это быть соленым. И наша естественная природа — это быть всегда счастливым. И вот это счастье, оно содержится внутри, потому что в противном случае оно приходит сегодня, а завтра его уже нет. И что же это значит «внутри»? И самое главное понимание основывается на том понятии, что мы не являемся этим телом. Это основа духовной истины здесь, в Индии. Мы являемся духовной силой внутри. Частичка души, которая дает силу всему телу. Это его называют «атма» или «душа». Это то, кто мы на самом деле. Любой доктор скажет, что человеческое тело состоит на 72% из воды. Это научный факт. 72% воды. И являетесь ли это вы и есть? Вы являетесь мешок воды? Подумайте об этом. Или вы что-то большее? Мы не говорим «я тело», мы говорим «моё тело». А кто «я»? Это вот эта душа, которая находится внутри. И вот эта душа, она является вечной, и она никогда не умирает. То же самое, когда мы пытаемся удовлетворить нужды, потребности тела. Это можно сравнить, когда мы натираем, чистим клетку, но не даем пищу тому животному, которое находится в клетке. И это то, что делает это тело, этот мир. И мы используем ресурсы планеты для того, чтобы удовлетворить потребности тела. Да, у нас есть нужда какая-то. То, что мы не являемся телом, это не означает, что мы не должны заботиться о теле. То же самое, как у вас есть водитель, который находится в машине. Водитель не является машиной, но нужно заботиться о машине. У нас есть потребности, и материальная природа может обеспечить все наши потребности, но когда мы живем и действуем, исходя из нашего жадности, то тогда это приводит к катастрофе, и мы можем видеть, к чему это привело сейчас. И на самом деле, что мы видим сейчас, чем мы столкнулись, это с духовной проблемой. И кто-то может думать, что если мы выберем нового лидера или какие-то законы по защите природы введем, то это решит. Это не так, хотя это действительно может помочь, но что я вижу, что на самом деле необходимо, это ввести изменение сознания. Нам необходимо больше духовной мудрости, больше духовных ценностей, и более духовный стиль жизни, который будет гармонизировать нашу жизнь вместе с природой. К примеру, на протяжении тысячелетия большинство людей были вегетарианцами. Не только потому, что это приносит здоровье телу, а большинство докторов говорят, что вегетарианцы живут дольше. Но практически это стиль, образ жизни, как жить в гармонии с природой. Да как это так? Вы проповедуете вегетарианство, чтобы решить проблемы планеты? Да. Потому что на сегодняшний день большие фермы убивают 56% всего, что необходимо для человека, который сможет просто жить. И это приводит к большому проценту загрязнения окружающей среды. Это использует третью часть нашей воды. И также это уничтожает 70% тропических лесов Амазонки. И несмотря на это, человечество все равно может говорить, да, но я все равно люблю свое мясо. Но если мы разберемся, то мясоедение стало самой большой угрозой для биоразнообразия на планете. И в то время, как 11% населения земного шара страдает от недоедания, мы скармливаем половину мирового зерна животным, предназначенным для забоя. Просто посчитайте. К сожалению, многие экологи не знают об этих фактах. И в ходе недавнего опроса, 83, у участников этого опроса признали, что деятельность человека является одним из основных факторов изменения климата. Но всего лишь 30% опрошенных признают сектор животноводства в качестве ключевого фактора. В 2016 году группа исследователей из Оксфордского университета «Они опубликовали исследование о климате и пользе для здоровья от различных диет». Это было первое глобальное исследование, и они предположили, что будет, если люди вообще перестанут есть мясо и продукты животного происхождения. И в результате этого исследования они сделали вывод о том, что выбросы парниковых газов уменьшатся на 70%. Вот это более реалистичные факты жизни. Например, один килограмм мяса. Что необходимо, чтобы вырастить, создать один килограмм мяса? Для этого необходимо 2,5 тысячи галлонов воды, 12 фунтов зерна, 35 фунтов верхнего слоя почвы, и энергетический эквивалент одного галлона бензина для производства одного фунта говядины. Мы говорим вот об этом парниковых газах. 70% используют для того, чтобы кормить рогатого скота. Каждый год вырубается 5 миллионов акров тропических лесов. И примерно 20% всех находящихся в настоящее время под угрозой исчезновения видов животных в США не страдает от выпаса скота. И каждый, кто задумывается над решением этих вопросов, он действительно должен задуматься на духовном решении этих вопросов. Нам необходимо найти внутреннее удовлетворение, счастье и покой через духовную традицию, а не только эксплуатируя и насилуя материальную природу для удовлетворения своих чувств. И практический шаг, мы становимся вегетарианцами. Ну, кто-то может подумать, о, ну я же ослаб, но у меня не будет сил. Но примите во внимание, что самое сильное животное на планете, слон, является вегетарианцем. Нам необходимо найти баланс между нашими материальными и духовными потребностями, и сейчас мы находимся в дисбалансе. и творец, он создал этот мир в балансе, но из-за нашего неправильного поведения мы этот баланс нарушили, и сейчас мы движемся в неверном направлении. Давайте отправимся внутрь и дадим матери природе возможность для восстановления сил. Мы можем видеть, что всего несколько месяцев мы находились на картине изоляции, и мы можем видеть, что произошло. Небо стало более синее, вода стала чище, воздух стал чище, трава стала зеленее. А дайте передохнуть матери земле. Просто мы находились дома несколько месяцев. И только можете представить, если мы действительно сможем отправиться внутрь себя и дадим возможность не использовать все эти материальные ресурсы в такой бесчисленной форме, то что произойдет с Матерью-Землей? Мы можем процитировать наших христианских братьев, это, как они говорят, будет рай на земле. То есть мы находим баланс внутри себя, и мы не хотим эксплуатировать ресурсы природы. И очень много еще можно было бы сказать, но, к сожалению, время наше ограничено. И, может быть, для кого-то эта информация будет новая, и я, пожалуйста, призываю вас задуматься, и с течением времени, возможно, вы сможете еще глубже осознать сказанное. Давайте сделаем это, пока не стало слишком поздно. Спасибо всем большое. Еще раз спасибо Фатиме. Всем хорошего дня.